Всем привет, меня зовут Виктор, вы на канале Фотомастер. Сегодня тема очень интересная, особенно для новичков. Сегодня мы поговорим об объективах. Сравним дешевые с дорогими, почему не стоит экономить на этих самых волшебных стеклах, а в каких случаях экономить как раз таки желательно. В общем, будет интересно, потому смотрите данный ролик до конца, ставьте лайк авансом, а мы начинаем. И начать хотелось бы, возможно, со скучноватой информации, что такое объектив. Объектив это оптическая система, являющаяся частью оптического прибора, обращенная к объекту наблюдения или съемки и формирующая его действительное или мнимое изображение. Я думаю, вы люди не глупые, понимаете, что объективы бывают разные. В чем же заключается основная разница? Дешевые объективы, как правило, это те, что идут в комплекте с вашей камерой, либо аналоги. Стоить такие объективы могут от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Как правило, они имеют небольшую светосилу, фокусное расстояние. И в принципе, я бы не сказал, что это инструмент для фотографа. Скорее, это просто заглушка, которая идет в комплекте с фотоаппаратом, чтобы человеку, не знающему, было на что снимать. Потому что если брать, вот, например, Кит 1855 от Canon, а это ультрадешевый объектив, я бы сказал. Здесь плавающая диафрагма, светосила в принципе очень и очень низкая. И каждый раз, когда я снимаю с этим объективом, мне хочется плакать. Конечно, ему уже достаточно много лет. Ход трансфокатора, да, зум очень такой рваный. Фокус его лучше не слышать, потому что он издает столько звуков, сколько не издает, наверное, ни один другой объектив. И знаете, достаточно часто, когда новичок, я, например, много лет назад, наигрался с Китом, я понял, что из него выжать соки, ну, не то чтобы реально, хочется все-таки вот этого размытия фона. Люди приходят к очень простому лайфхаку. Они берут у дедушки на полке пленочный советский аппарат, там, Зенит, к примеру. И, как правило, с ним в комплекте идет вот такая вот штука. Это Гелиус 44-2, тоже очень дешевый объектив, хочу сказать. Берут переходное кольцо для байонета, вешают его на Canon и получают неплохой себе портретник, казалось бы. Это действительно так, это неплохой способ реализовать свои портретные мечты, но есть огромное множество «но». Во-первых, можно забыть про автофокус. Конечно же, советская оптика, все крутим руками. Более того, резкость данного объектива оставляет желать лучшего. И плюс ко всему, если у вас камера с кроп-матрицей, например, 1.4, 1.5, как в Canon, Nikon и так далее, то эти 58 мм превращаются примерно в 80-90 что-то в этом духе. Следовательно, если вдруг вы, как и я, захотите снять видео на YouTube с портретным объективом, вам придется камеру ставить в другой конец комнаты, что не очень, я бы сказал, что очень неудобно. И вы сейчас можете подумать, что бюджетные объективы — это шерпотреб. Ну нет, это не так. У них есть огромное количество плюсов. Один, по крайней мере, заставляет меня не выкидывать это, не продавать это на вторичном рынке. Какой? Расскажу чуть позже. И что самое главное, даже если у вас бюджетные объективы, камеры, освещение, это не беда. В любом случае, при помощи постобработки резкости можно добавить, либо же убрать. И, к слову, для этих целей отлично подойдет дружелюбный фоторедактор под названием Фотомастер. Если речь заходит про Фотомастер, то это не только про резкость снимков, мыла и так далее. Нет, безусловно. Есть базовая коррекция фотографий. Вы можете поднять тени, добавить контрастности, убрать контрастности. Все в этом духе. Покрутить HSL, то есть изменить оттенки каждого цвета, яркость каждого цвета и все в этом духе. А также огромное множество творческих фильтров имеются в данной программе. Вы можете делать ретушь в несколько кликов. Вы можете накинуть цветовой пресет, поиграться с лэп-каналами. И кроме этого есть еще огромное множество различных инструментов. В общем, если вдруг вы заинтересованы, переходите по ссылке в описании и устанавливайте Фотомастер. Сразу после установки у вас будет пробный период 5 дней. После чего по все той же ссылке в описании вы можете приобрести полный доступ со скидкой 60%. А 60% это достаточно много. Фотомастер есть как для Windows, так и для macOS. Поэтому независимо от того, какой у вас компьютер, вы попросту можете установить нужную вам версию. И пользоваться данным фоторедактором. В общем, переходите по ссылке, ознакомливайтесь. А пока давайте поговорим о как раз таки дорогих объективах. Тут уже цена варьируется от тысяч до десятков, а то и сотен тысяч долларов. Но и плюсов здесь достаточно много. Например, большая светосила, хороший фокусный механизм. Он, как правило, ходит плавно, ничего не скрипит, не жужжит. В принципе, процесс фокусировки сильно быстрее. Вот, например, у меня сейчас Sony Alpha 7C. И на ней установлен как раз таки Golden Master. Со светосилой 1.4, 24 мм фокусное расстояние. И что я хочу сказать вам. Когда я впервые запустил данный сетап у себя после Canon 650D, я глазам поверить не мог, что автофокус может срабатывать настолько плавно. Он привязывается к глазу, держит мой глаз. И мне не нужно ничего делать. Мне не нужно крутить, вертеть, бегать туда-сюда, чтобы сверить, а в фокусе ли я или нет. Нет, я могу просто выйти из кадра, и фокус автоматически скорректируется на том, что будет находиться в кадре. И это огромный плюс, особенно для фотографов. Потому как, когда я, будучи новичком, любителем, фотографировал с мануальным объективом, это была боль. Потому как не всегда попадешь фокусом на глаза, не всегда попадешь на главный объект. И все в этом духе. Сейчас я могу вообще не думать о фокусе. Я просто делаю снимки и не отвлекаюсь ни на что. Более того, светосила, например. Сейчас у меня, вам кажется, что света достаточно много, но ISO 100, выдержка 1,6. Это все благодаря 1,4 диафрагме. Нравится ли мне подобное, спросите вы меня? Безусловно, нравится. И теперь давайте сравним все-таки бюджетные объективы, да, плюсы и минусы. И как раз таки подороже. Бюджетные, конечно же, сильно выгоднее с точки зрения приобретения, но невыгодные с точки зрения постоянства их использования. Порог, предел ваших возможностей в любом случае ограничен. Можно сказать, что у любого объектива, скажем так, возможности ограничены, и вы будете правы. Но тут я скорее о возможностях качества, да, резкости снимков. Рано или поздно вам станет недостаточно. Вы захотите более размытого фона, вы захотите более резкой картинки. К сожалению, стекла, которые стоят очень и очень дешево, а некоторые и вовсе вышли, скажем так, из моды. Они этого достигнуть вам не позволят. Физически, буквально. Что до Prime Lens, то тут все просто. Они, как правило, больше, они, как правило, дороже. Но и качественная составляющая у них на три головы выше. Оно и логично. Структура ленз в подобных объективах сильно лучше. И что самое главное, зачастую, не знаю, как во всех, но вот у меня нет дисторсий и аберраций. А что это такое? Это, можно сказать, своего рода физический брак, когда вы делаете снимок. В случае, если на фото присутствует дисторсия, то, скорее всего, это искаженное восприятие, да, вертикальные и горизонтальные линии будут искажены. С чем это можно сравнить? Ну, наверное, если очень утрировать, то это эффект рыбьего глаза. И также аберрации. Это вот самое, что ни на есть противное в снимках. Простыми словами, это искажение светового потока. Когда вы будете смотреть на, например, свет сквозь листву на ваших снимках, дешевый объектив эти аберрации как раз-таки будет иметь. Будет либо розовый, либо зеленый, либо розовый с зеленым такие оттенки. Почему это происходит? Да потому что компоновка и качество самих линз в объективах сильно уступают. Очень примитивные, очень бюджетные. Однако, несмотря на все эти недостатки, я уже говорил, что у дешевых объективов есть один примечательный плюс. И это, я бы сказал, художественность. То есть, какими бы красивыми, резкими, четкими не были фотографии, сделанные при помощи вот дорогих объективов, да, там за тысячи, полторы тысячи долларов, все в этом духе. Мне вот Гелиус, например, очень нравится своим виньеточным боке, если можно так выразиться. И вот софт-фокусом, то есть, вроде бы в фокусе, а вроде бы и не в фокусе. В общем, я надеюсь, вы понимаете о чем я. Примеры в любом случае приложу. Это очень кстати, когда вы на очередной съемке можете прибегнуть вот к такому небольшому, копеечному объективу, я бы сказал. И получить фотографии более творческие, что ли. Все равно чувствуется вот некоторая воздушность. Не знаю, за счет чего это происходит, но мне действительно нравится. Нравится ли вам? Пишите в комментарии. И я долго думал, какой вердикт сделать к концу данного ролика. Что же лучше? Ибо я попользовался и бюджетниками советской линзы, я на нее снимал, наверное, лет 8. И Sony Golden Master 1.4 24 мм, коим я тоже очень сильно доволен. Безусловно, бюджетного объектива вам не хватит на долгий срок. Вы купите его, попользуйтесь, поймете, ваше это создание фотографии или нет. Если да, то вам придется доплачивать, переплачивать, продавать бюджетную технику, покупать новую, все в этом духе. Однако сейчас, пользуясь прайм объективом, я понимаю, что мне попросту жалко избавляться от этой малютки, потому как картинку выдает действительно приятную. Более того, у меня есть еще и вот такой гигант, это 300 мм, макро, светосила 4.5. Тоже советский объектив, к слову, зеркальный, как вы можете заметить, выдает отличную картинку. Не резкую абсолютно, очень мыльную. Но иногда достать и побаловаться очень кстати. Но это все не про повседневное использование. Если мы заговорим о повседневном использовании, то безусловно, конечно же, я руками и ногами за то, чтобы использовать качественную технику, которая будет давать качественные результаты. В нашем случае это прайм стекла, либо же стекла подороже. Потому если у вас есть возможность и самое главное бюджет, то зачем вы смотрите это видео? Идите покупайте технику, которую вы можете себе позволить. А если у вас нет денег, покупайте технику, которую вы можете себе позволить. И это самое главное. Ведь не от объектива картинка становится красивой. Да, она может быть резкой, она может быть насыщенной, более контрастной. Но глобально, какими объективами вы пользуетесь? Может быть кто-нибудь помимо меня пользуется тем же Гелиосом? Пишите в комментарии, буду рад почитать. Ну а на этом сегодня все. С вами был Виктор, вы на канале Фотомастер. Не прощаемся. Увидимся в новых интересных видеороликах.